Всем привет, ребята, меня зовут Компот и добро пожаловать на мое новое видео и отгадайте, кем мы сегодня будем работать. Нет, ребята, не фермером. Да-да-да, вы не ослышались, мы не будем сегодня работать фермером, потому что, ребята, мы будем сегодня работать строителями, да. Смотрите, у меня есть мотыга, как обычно, у меня есть семена пшеницы и недавно в деревне у нас началась стройка, сейчас я вам все поподробнее покажу и расскажу. Смотрите, собственно, я, как обычно, должен был выйти, все вскопать, тра-та-та, бла-бла-бла и, собственно, закончить все это. Ну вот, недавно у нас началась стройка, из этих домов делают какие-то новые красивые дома, там что-то делают, мне пока что неизвестно. Вчера я подошел к мэру и я сказал, что мои подписчики устали смотреть, как я работаю фермером, почитал ваши комментарии и вы как раз просили устроиться меня строителем. Я спросил, есть ли у нас стройка, мэр сказал, что у нас да, скоро будет стройка и вот стройка началась. Попросил сегодня подойти, чтобы я ему сдал мотыгу и семена и устроился, наконец-то, на работу строителем. И давайте, ребята, я хотя бы один день попробую поработать строителем. Так, вот дом мэра, давайте зайдем и... О, здравствуйте, я как раз вас ищу. Ну что, по поводу вчерашнего, так сказать, предложения, вот мотыга, вот семена, я готов работать строителем. А, ну отлично, сдавай тогда мотыгу, сдавай с вами семена пшеницы и можешь идти, там стоит сундук по табличкам, ты можешь понимать, что строить. Ага, понял, спасибо, давайте вот я вот так вот вам отдам, хоппа, все, спасибо большое. Так, ребята, все, давайте выйдем и, наконец-то, пойдем на стройку работать. Ух, давно я, конечно, не работал нигде, кроме фермеров, да я практически никогда так не работал, да что там практически, вообще никогда так не работал. Итак, давайте зайдем и посмотрим, что на стройке у нас. Так, оформить улицу, это что у нас такое? Это мини-дом с балконом, это небоскреб, не понял. Ага, он мне сказал, что на табличках написано, что надо сделать, то есть оформить улицу, из этого дома построить мини-дом с балконом, а из этого дома нужно сделать небоскреб, ребята, представляете? Так, а что за сундук? И, вау, кажется, ребят, это моя форма, форма строителя, обычная каска и больше ничего, прикольно, безопасность 100%, конечно. Так, ладно, давайте посмотрим, как выглядит наша стройка. Тут у нас, значит, вот такой вот экскаватор есть, тут у нас есть каток, смотрите, даже реально каток есть, даже каток привезли. Так, это что, это у нас, я знаю, кажется, блин, забыл, как называется это, ребят, пишите в комментариях, быстрее, быстрее, пока я не угадал, и это бетономешалка, да, точно, это бетономешалка. Так, дальше это, ух ты, а это вот машина, короче, с этим, с краном, машина с краном, а вот самое интересное, это гигантский кран. Слушайте, а давайте на него залезем и посмотрим, как там сверху все происходит. Так, я так понимаю, можно зайти в кабину и, вау, ребята, так прикольно, видно так высоко, почти на уровне церкви, хотя, что там даже, на уровне церкви, смотрите. Ну, кан, в принципе, небольшой, не такой, как у нас в городе, вот у нас в городе, ой, ё-моё, тихо, хорошо, что я в креативе был, опасно, опасно, вот поэтому, ребят, сегодня я за кран садиться и не буду. Я сегодня буду строить все вручную, так сказать, и давайте начнем строить, начнем с небоскреба, почему бы, собственно, и нет, друзья. Так, давайте сломаем табличку, и нам нужно построить из этого здания небоскреб. Все очень просто, ребят, я буду пользоваться топориком, так, 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 давайте, кстати, пообщаемся, ребят, во время стройки, почему бы и нет, собственно. Расскажите, что у вас сегодня нового происходило, что у вас было, не забудьте поставить лайк и написать это в комментариях. Так, смотрите, пишем команду копи, да, копи, отлично, угу, теперь ставим сюда еще один блок и пишем следующую команду, которая называется паста. Кстати, мне не сказали, сколько этажей сделать, ладно, давайте сделаем немного пасты, хотя нет, давайте много, сделаем гигантский, гигантский, просто гигаметровый небоскреб, там, не знаю, этажей миллиард сделаем, почему бы, собственно, и нет. Ладно, конечно, у меня не миллиард, я думаю, что мы построим, ну, сколько там до облаков, ну, нет, до облаков мы, конечно, строить не будем, давайте построим вот еще немного, я думаю, и, в принципе, будет выглядеть прилично. И давайте посмотрим, как это и, в принципе, нормально уже. Но мне не хватает всё равно ещё немного, ребята. Мне не хватает ещё немного, я хочу больше этажей, так сказать. Больше этажей, давайте. Хопа, опять паста давайте поставим. Так, отлично. Давайте ещё паста. Я думаю, вот теперь-то точно хватит, да? Хотя, блин, ребят, не знаю даже, как сказать. Может быть, ещё пару этажей добавить? Ну ладно, давайте ещё буквально два этажа и на этом закончим. Потому что небоскреб слишком гигантский у нас получится. Так, давайте паста. И последний этаж, это у нас будет вот эта вот паста. Так, теперь что мы делаем? Теперь мы должны построить шпиль и поставить сюда красные факела по всем нормам, ребята. Это нужно для того, чтобы самолёты, которые летели, видели, что тут находится небоскреб. И ни в коем случае не врезались в него. Так я, наверное, даже буду лампой использовать и красные редстоун-блоки, ребят. Почему бы, собственно, и нет? Так, давайте ещё возьмём, знаете, ещё? Давайте, 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 где, 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 где? Ребят, вы видите заборчик? Каменный заборчик. Вот он, каменный заборчик. И нужно взять ещё обычный заборчик. Вот он, отлично. Всё, давайте, ребят, строим для начала шпиль. Шпиль у нас будет, ну, примерно вот такой. Ага. И нужно сверху ещё поставить вот такой вот. Типа, знаете, шпиль поменьше. Вот так вот примерно. Да, вот так вот вполне нормально смотрится. Так, теперь давайте красный факел сюда вот поставим. Вот таким вот образом. Так, а теперь мы ставим вот так вот. То есть мы берём лампочку, лампочку, лампочку и лампочку. На них ставим красные блоки. Красный цвет очень яркий. Плюс ещё лампочки будут светиться, освещать весь наш небоскрёб. Можно даже ещё факела красные поставить, но они не будут гореть, потому что их тушит красный вот этот вот ростовый блок. Ну, в принципе, вот так вот выглядит наша крыша. Кстати, можно знать, наша Раша почти сказала, наша крыша. Так, давайте, знаете, ещё что сделаем? Вот так вот вокруг обернём рельсами, типа, вентиляцию. Ну, я думаю, вы меня прекрасно понимаете. Типа, крыша, все дела, всё такое. У меня, кстати, даже была реальная вентиляция. Вот она, эта вентиляция. И давайте поставим её как-нибудь вот так вот. Да, почему бы, собственно, и нет. Вот так вот поставим вентиляцию. И вот так вот сюда поставим вентиляцию. И вот так вот сюда поставим вентиляцию. Всё, воздух будет циркулировать у нас круто и правильно. Так, теперь нам нужно сделать лестницу Лестницу в самый-самый низ Давайте я вот так вот сейчас буду рубить все полы Просто, хопа Все, мы спустились на первый этаж И мы теперь закрываем все эти окна А хотя зачем лестница, ребят? Тут можно и лифт сделать, самый настоящий лифт Почему бы, собственно, и нету Но, правда, я это буду 20 лет делать, этот лифт Потому что я не профессионал, такой супер-пупер-профессионал в механизмах Я так себе, конечно, в механизмах Хотя раньше было очень даже ничего Так, давайте вот так вот будем ставить лестницу Хопа, давайте Ой, ё-моё, кажется, я немного упал вниз Ну, ничего страшного, давайте будем вот так подниматься Ставить, 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 ставить Ставим, ставим, ставим Я думаю, сейчас дойдем практически до верха И, ребята, мы почти уже наверху Все, отлично Мы, а, нет, не отлично Мы не наверху Все, теперь-то мы с вами точно наверху И все, ребят, небоскреб готов Осталось только сделать мини-дом с балкончиком Итак, давайте этим прямо сейчас и займемся Так, каску я выброшу, очищу инвентарь И опять надену эту каску Я возьму обычную деревянную дверь Почему бы, собственно, и нет Как во всех наших домах Дальше, постерим-ка сюда коврик Коврик пусть будет тоже красный Почему бы и нет Очень красиво выглядит красный коврик Дальше, мы берем кровать Кстати, тоже красную Очень будет все круто и красиво сочетаться Печка, верстак, сундук Ставим, значит, кроватку На нее ставим верстак, печку Вот так вот рядом Еще одну печку Сверху, кстати, можно поставить сундук Но я лучше поставлю сундук вот тут вот, ребята Так, не забываем про картины Потому что картины Это очень важно, ребят Это очень красиво Не забываем также про освещение Освещения тут очень мало Поэтому я добавлю вот так вот Еще один факел Дальше Просили сделать балкончик Да, пожалуйста, мне не жалко Я сделаю самый настоящий И самый крутой балкон Так, давайте возьмем, значит, плиту Теперь поставим ее вот так вот Блин, уже, ребят, вечереет Так, вот так вот, типа, знаете Такой балкончик у нас будет небольшой Так, вот сюда вот, значит, вернем забор Вот, вот такой вот балкончик небольшой у нас будет Даже давайте, знаете, что сделаем? Давайте я даже сидушку поставлю Почему бы нет вот такого вот Из темного дерева красивую сидушку Вот, тут будут люди сидеть И вот так вот любоваться на балкончике Смотреть, так сказать, закат Вот как я сейчас это сделал только что Мини-домик опять-таки готов, ребята Осталось только оформить улицу Во-первых, мы должны выровнять здесь дороги Новые дороги сделать, так сказать У нас благополучный район Так, хопа, хопа, хопа Готово Дороги мы выровняли Осталось только все это красиво осветить Для этого, ребята, нам нужны фонари И вот искать сейчас я их буду очень долго Поэтому вернусь к вам, как только найду, ребята Значит, я дождался дня И смотрите, что я взял себе в инвентарь Во-первых, это вот такие вот гидранты Которые должны стоять возле каждого дома На случай пожара Это просто обязательно Так, хопа И вот еще один сюда хопа Также я хочу тут сделать небольшой детский, так сказать, аттракцион А именно, поставить качельки, знаете, чтобы дети гуляли И поставить вот еще вот такую вот горочку Вот так вот, уху, скатываться, чтобы с нее Дальше не забываем про лавочки Лавочки тоже нужны в нашей деревне Почему бы, собственно, и нет Так, я, кажется, их неправильно устанавливаю Вот так вот, ну все Я думаю, что вот так вот вполне Прилично, вполне нормально Да, в принципе, сойдет Хопа и хопа А нет, вот так вот давайте уж тогда сделаем Вот так вот Ну ладно, забьем В принципе, нормально Так, ну и в принципе осталось еще немножечко А именно поставить вот такие вот штуки Это колонки, чтобы из них можно было пить То есть выходишь на улицу И не надо тебе там ничего дома Какую воду включать Выходишь на улицу, попил и пошел Дальше гулять, не нужно кричать Мам, скинь, попить Все, ребята, очень просто Улицу я, собственно, оформил Дальше по поводу фонарей Фонарей-то я, собственно, ребята, не нашел Искал очень долго Но я знаю, что у меня есть мод на эти фонари Поэтому давайте, знаете, как сделаем? Давайте сделаем так Инновационней Более-более инновационней Сделаем вот такую вот штуку И ночью они будут светиться То есть мы ставим просто вот так вот фонарь Сюда эту штуку И ага, так не получится Ну окей, давайте, знаете, как сделаем? Давайте вот так пока что сделаем тогда Потом я это, если что, переделаю Конструкцию То есть чтобы фонари были у нас обязательно И вот сюда вот еще один поставим Вот прям вот так вот в машину впилим Ну вот, ребят, собственно, и все Сегодня мы провели ремонт, так сказать, небольшого райончика Пишите в комментариях, какую работу мне еще И спробовать, на какую мне устроиться А сегодня наша смена заканчивается Я назад сдаю вот эту вот касочку И прямо сейчас очищаю себе инвентарь Мне, в принципе, ребят, понравилось Как вы думаете, кем лучше работать? Строителем или фермером? Знаете, при всем моем желании работать на стройке Как бы это странно не звучало Мне хочется все-таки больше работать с фермером Вот, собственно, вот так вот, ребят Сегодня мы круто провели время на стройке Но я возвращаюсь к фермерству, наверное Вот как вы считаете, ребят, ваш голос будет решающим Пишите в комментариях, ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал Всем удачи, ребят, всем спасибо И всем пока, ждите новых видео